Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в прямом эфире Prima Media Live. Сегодня нас в гостях Ярослав Ливанский, руководитель Приморской региональной молодежной общественной организации «Авиапоиск». Часто говорят командир отряда «Авиапоиск». Так даже мне нравится больше. Спасибо, Ярослав, что пришли сегодня к нам. Расскажите про «Авиапоиск» для тех, кто не знает, не слышал, хотя вряд ли кто-то не слышал. Ну, недавно буквально проходил форум молодежных организаций на русском острове на базе ДФУ. Но, к сожалению, многие люди, которые там присутствовали на секции «Патриотизм» и наши ребята там находились, общались с ними. То есть стало известно о том, что организация на слуху, но, к сожалению, чем она занимается, многие не знают. То есть тут я не могу сказать, что это ухущение средств массовой информации или там какой-то информационный вакуум. Но дело в том, что наша организация неизвестна уже не только в Приморском крае, уже, как я бы сказал, за пределами Российской Федерации, потому что с этого года, с апреля месяца, когда учредилось, значит, общероссийское общественное движение по вековеющей памяти погибших при защите Отечества поискового движения России, это организация такая общероссийская, с этого момента «Авиапоиск» пошел в состав этого движения и, значит, все поисковые отряды официально зарегистрированы, работающие по закону 42.92.1 федеральному об вековеющей памяти погибших. Они все занимаются, значит, поисковой деятельностью, и о них теперь можно узнать как из средств массовой информации очень активно, так и из страниц журнала «Военная археология», где вся информация о поисковиках, она сейчас очень так активно прописывается. Ну и, в частности, вот с этого года я являюсь членом Городенационного совета поискового движения России по дальневосточному федеральному округу. То есть мы работаем уже достаточно плотно с остальными коллегами наших из других регионов, в том числе и с странами, бывшие странами СНГ, с Украиной сейчас ребята очень хорошо с нами сотрудничают, но и очень большой ряд проектов уже у нас готов на будущий год, на 2014, на последующие годы. То есть вахта памяти всероссийская 2014 года на озере Хасан, она пройдет у нас вот в августе 2014 года будущего. Туда планируют приехать порядка 200 поисковиков, входящих как раз в официальные поисковые отряды, существующие у нас в России. Ну и, собственно, вся информация, которая у нас, которой мы обладаем, о наших мероприятиях, о постоянных, она выносится на страницы и интернета, и социальных сетей, и пишутся релизы. То есть потерял информацию очень много на самом деле. А вот сколько шли к такому вот федеральному признанию, да? И с чего начинали? Шесть лет буквально мы шли к этому. Начали мы в 2007 году с нашего первого самолета, обнаруженного, значит, в ТВ-3. А с чего вдруг решили пойти искать самолет? Вот мне интересуют шаги, вот что привело вас к тому, что начали заниматься вот авиапоиском? Ну, изначально сложилось так, что любители военной истории, которые среди нас были, вот занимались раньше военными сооружениями, там, авиацией увлекались, в частности, я всегда увлекался, и до сих пор это мой интерес большой авиации. Просто пригласили нас, ребята из находки, принять участие, посмотреть, что на обломке некого самолета, который нашли в Тайге местные жители. Ну, мы туда отправились, соответственно, то есть опыта никакого раньше не было. Никогда мы руками не щупали, не трогали советскую боевую технику, там, 30-40-х годов. Ну, вот пришли, приняли участие, посмотрели, нашли останки летчика. Самое главное то, что мы нашли останки погибшего пилота. То есть, и как-то так сложилось в том, что мы были наслышаны о деятельности поисковиков уже на территории России, и мы предпринимательно предполагали о том, что необходимо установить имя пилота, который разбился в этой Тайге, погиб, возможно, то есть мы посчитали, что он пропавший без вести, потому что необходимо после этого ему с почастями предать земле. То есть не может человек так лежать непохороненным. Ну, и довелось попасть в Центральный военно-морской архив в городе Гачино, Ленинградской области, где нам дали аварийные акты по катастрофам морской авиации. То есть мы почему-то посчитали, что это морская авиация. То есть изначально как-то нас вело по этому пути. Посмотрели, столкнулись с бумагами, с документами, поняли, что огромное количество катастроф произошло вот на территории Прямоевского края в частях морской авиации, техокеанского флота с 1933 года и до, то есть... Ну, как организовать, да, соорганизовать. А почему эти, они вот были в архивах, но как-то не на слуху? Ну, никто про них не знает, по сути, но обычные жители. Ну, вот так получилось, потому что до... Совершенно секретная информация была? Она, дело в том, что была засекречена долгие годы, и сейчас я скажу так, что все документы от 1945 года, то есть с 1 января 1946 года и до нынешнего периода, они все засекречены. То есть был снят гриф секретности с 1941 по 1945, вот, ну и до 1945, то есть с 30-х годов, то есть они уже засекречены были. А остальное, то есть там большое количество катастроф было в конце 40-х годов, в 50-х годах, то есть мы самолеты находим. То есть и так сложилось, что никто до этого не занимался вообще. То есть мы когда стали собирать информацию, были ли до этого какие-то попытки организованных поисков, то есть кроме военных, которые искали своих же пилотов, разбившихся, там, в течение недели-двух, срок стоял обычно 12 дней максимум, когда искали самолет, то есть кроме этого больше никто не занимался, и все это как-то вот было очень так серьезно закрыто. Ну и как сейчас вы работаете вот с теми же архивами, которые, и как находите людей, данные? Ну сейчас у нас работа ведется очень так многогранно, я бы сказал, то есть там целый комплекс мероприятий, это не только архив у нас, не только поля, то есть мы не просто копаем, мы считаем, что поисковики какие-то с лопатой приехал, с прибором походил, давай копай, то есть нет, на самом деле тут все серьезнее. То есть поисковая работа, именно полевой работе, с лопатой предшествует, такая серьезная подготовка с документами, с опросом местного населения, с опросом очевидцев. Мы работаем по схеме, есть две схемы, архив-поле-архив и поле-архив-поле. То есть мы по этим двум схемам работаем, это общепризнанная схема поисковая. То есть получилось так, что мы набрали большой объем информации, базу катастроф, составили по архивным документам, и по которым мы уже знали, где, какие места, то есть существуют схемы, были выписаны там схемы с 40-х годов, с 30-х, и по этим схемам мы по тайге ходили и искали самолеты. То есть если самолет пропал без вести, дается примерный район ему, то есть выезжаешь в этот район, опрашиваешь местное население, возможно где-то находятся охотники, как правило, то есть в 90% есть люди, которые видели обломки металла, то есть обломки самолета, то есть вот, ну и по такому пути мы работаем. Ну а люди помнят еще, то есть помимо охотников, вспоминают, где-то что-то кто-то видел, да? Люди знают, я сказал, даже не то, что помнят, они знают об этом. И каждый человек, который, в принципе, хоть охотник, хоть местный житель, какой-то там аборигент, то есть он знает об этом. Старожилы любой деревни, любого населенного пункта, они рано или поздно слухами всегда питались, и очень много информации существует даже среди молодежи, то есть даже молодые сейчас охотники, мы с ними общаемся там 20-25 лет, ребята, они говорят, да давайте мы его сводим, там он лежит в 5 километрах, видели, то есть народ знает об этом. Просто единственный вопрос в том, что кому народ это расскажет? То есть если мы их не опросим, они, как правило, либо, к сожалению, вот когда люди стареют, они уносят это с собой, всю эту информацию. И это очень такой плохой момент, потому что не успев опросить этого человека, ты, как правило, как поисковик, ты теряешь очень большой объем информации, которые могут тебе пригодиться для вековечной памяти погибших военнослужащих. То есть приходится общаться, я говорю, с любыми возрастными категориями, и вот благодаря таким людям, которым опять же нужно подход на эти объяснить, потому что ты не коммерческий поисковик, как многие считают, что чернокопатели приехали. Ну вот да. Да вот, кстати, это проблема вообще у вас, сталкиваетесь с этим? Ну, именно с негативом, что к вам, как именно к чернокопателям вот этим? Нет, уже нет. Поначалу, когда мы только начинали работать, это было с 2007 по 2009 год, по 2010, я бы сказал, я бы сказал, я считаю так. То есть там народ очень зачастую так интересовался, зачем им это нужно. Осторожно. Да, зачем вы ищете эти самолеты, то есть что вы там хотите, а там уже ничего нет. Мы им объясняем, что нам железо не нужно. То есть и сейчас тоже приезжаешь и сразу как бы расставляешь точки над «и». То есть нам вот эти обломки для крылатых машин, они, в принципе, не они нас интересуют. Нас интересует то, что на них написана номерная цифровая информация и то, что лежит под ними, то есть останки погибших экипажей. Даже если там нету останков, то, как правило, могут, допустим, если военные забрали оттуда уже экипаж или летчика, как правило, остаются парашютные пряжки, какие-то пуговки. То есть это говорит о том, что человек погиб на этом самолете. И найдя номерную информацию на нем, то есть делается запрос в архив, сравнивается с нашей базой, и уже можно сказать о том, кто конкретно погиб, после чего проходятся определенные шаги, и на месте этой катастрофы ставится памятная доска. То есть как мы, в принципе, вот такую мы практику имеем. Сколько уже найдено, и сколько вы знаете, что где-то кто-то есть, но вот еще не добрались до них? Найдено 61, точная цифра, это 61 летательный аппарат, получается 57 самолетов, 3 буксируемых мишени, если так поточнее, даже будет исканально, и 1 вертолет. Но буксируемые мишени, это мой такой интересный тоже момент, когда мы впервые нашли фрагменты этих мишеней. То есть дерево лежит, дюраль, какие-то стойки шасси непонятные, то есть зеленого цвета камуфлированы. То есть мы долго ломали голову, что это такое разбросано, там по склону в тайге, там трос длинный какой-то лежит, и что за самолет? Ну, когда стали работать уже в Иркутском, на территории Иркутского авиазавода я побывал, нашел фотографию, потому что были буксируемые мишени в 50-е годы, которые таскались бомбардировщиками Е-28, буксировщиками мишени, то есть и по ним МиГи-17 истребитель отрабатывали стрельбы. То есть он выпускался, там метров 500 трос, она летела, как бы и огоньки на ней горели, как на самолете, соответственно, то есть ночью, истребитель заходил, ее расстрелил. То есть она потом вместе с тросом падала туда, в тайгу. То есть три такие штуки мы нашли, то есть вот теперь уже понятно, что это такое. Ну и, собственно, если говорить о статистике, именно не только самолетов, а о станках экипажей, то в настоящее время похоронены 17 человек, 17 членов экипажей. 21 числа в субботу, 21 декабря у нас в Николаевке, на авиабазе будет захоронение еще одного экипажа. Это экипаж-бомбардировщик КП-2, погибший в 1948 году во время учебно-тренировочного полета. Значит, мы их нашли два года назад. В прошлом году мы полностью отработали место и подняли последние останки оттуда. Нашли очень сильно фрагментированные. Нашли родственников, нашли племянницу летчика. Нашли, значит, и родственников стрелка-радиста в Самарской, Пензенской областях. Но, к сожалению, приехать они не могут оттуда. Но связь с ними мы сейчас поддержим. То есть они нам присылают информацию, фотографии. То есть вот такие мероприятия. Уже будет 20 человек похоронены летчиками. Ну и отдельная тема — это красноармейцы, которые на озере Хаслана поднимают. То есть там отдельно идет. Ну а вот про родственников хотелось бы сказать. Как родственники вообще реагируют, когда вы их находите и говорите, что нашли останки их родных? Вы знаете, бывает абсолютно такая разная степень заинтересованности. Когда у нас, к счастью, такого не было, когда мы сталкивались с равнодушием со стороны родственников. Вот наши коллеги, ребята с Ленинградской области, их достаточно так сильно шокировала ситуация, когда нашли они бойца, младшего лейтенанта, героя. И останки сообщили об этом внуку. А внук сказал, да вы знаете, мне это неинтересно. Ну или что, ну лежит, ну нашли вы его. Говорит, да мне как-то вообще, говорит, по барабану. То есть у нас такого не было. Мы когда находим сведения о родственниках, мы на них выходим. Как правило, есть, если не такой приятный шок, они испытывают, то есть какую-то такую трагическую, какую-то заинтересованность в этом, они готовы даже приехать. То есть вот в прошлом году, позапрошлом году, у нас было захоронение экипажа П-2, бомбардировщика, приезжали внучка и сын штурмана. То есть они нашлись прямо. Откуда? Они приезжали с Челябинска. То есть экипаж погиб у нас здесь, в Николаевке, в партизанском районе, в 1945 году. И у них было извещение о том, что при выполнении боевого вылета, во время войны с Кипони, экипаж погиб, героический и похоронен в деревне Николаевка. На самом же деле ситуация была в том, что достаточно такая интересная, что экипаж не был похоронен. То есть их на месте катастрофы просто прикопали в яму, фрагментированные останки. То есть на кладбище никакого захоронения не было. И экипаж погиб не во время боевого вылета, а во время тренировочного. То есть шла война с Японией, то есть 18 августа 1945 они разбились. То есть командир полка в этом случае поступил двояко. То есть он выполнил свой человеческий долг, и для того, чтобы вдова погибшего получала пенсию, повышенную. То есть он приравнял так боевые потери. То есть это вот такой человеческий фактор, очень хороший. И вот мы останки экипажа извлекли, и в декабре тоже они приезжали на захоронение. То есть встреча была очень такая трогательная. Получается, сына с отцом, то есть он сказал, что мне, говорит, в возрасте 80 лет, как-то, говорит, не по себе, говорит, точно так, но я не могу описать свои чувства, когда я хороню своего 27-летнего отца. То есть вот тогда на таких мероприятиях и понимаешь, ради чего стоит вообще работать, ради чего стоит продолжать вот такую деятельность, то есть и не останавливаться. Даже мыслей нету там бросить там, перестать этим заниматься, несмотря на долгий период отсутствия поддержки какой-либо. А сколько еще не найдено? Ну, у вас есть же наметки, что где-то кто-то лежит? Есть наметки, есть информационная такая база уже нами составлена, как сказал, по морской авиации. То есть по армейской авиации, части ВВС Красной Армии, которые у нас здесь летали, у нас пока по ней информации нету, потому что там отдельный такой виток истории, то есть там с 1933 года и 40-е, 50-е, то есть там тоже огромная биоинформация, мы пока его не прорабатывали. А по морской авиации я могу сказать так, что мы опираемся на цифру более 200 самолетов пока сейчас. То есть до 1959 года погибшим в Тайге вот с 1933 по 1959 более 200 машин. То есть мы пока, ну скажем, 56 мы нашли, 57. То есть ну вот... Четверть получается нашли? Да, получается четверть. То есть еще... Ну и учесть, что с 60-го года до... И еще с 60-го года. Ну 60-го там как бы уже шло по-другому, там их доставали, хоронили, как правило, то есть, но не всегда опять же. То есть есть информация, даже что по 80-м годам самолеты когда падали сильно, там врезали с большим углом падения, значит, в сопку или в склон, то есть как правило, тут понятно, что происходило с экипажем, с летчиками, вот. Их оставляли на месте, то есть там тоже собирали, что могли и делали церемонии захоронения такие символические. То есть там гроб хоронили с какими-то частями, с землей, там пару пусков железа положат и все. То есть нам даже с таким приходится сталкиваться. Вот. То есть, ну, вот цифра, говорю, достаточно серьезная, поэтому тут работы еще хватит. А вот по поводу поддержки, раз сказали, она есть или, как я понял, нет? Поддержка сейчас есть. Сейчас можно, да, спокойно говорить о том, что уже и помогает нам и государственная структура, административная. На краевом уровне, да, уже? Уже на российском есть. А, на федеральном. То есть на федеральном уровне, да, благодаря тому, что вот сейчас поисковое движение России имеет место быть, то есть мы, как организация входящая, как я уже сказал до этого, то есть мы получаем сейчас на будущий год, значит, финансирование по вахте памяти от Росмолодежи, нам Росмолодежь очень активно помогает. То есть в прошлом году они нам помогали, выделяли деньги на вахту памяти Хасан 2013. В этом году планируется тоже поддержка определенная, то есть плюс на краевом уровне это департамент по делам молодежи помогал нам, то есть они также. Вот благодаря комплексной такой поддержке, включая даже администрацию президента, то есть у нас сейчас есть и приборы, которые нам необходимы, оборудование. То есть единственный сейчас вопрос пока в транспорте, но транспорт, сейчас будет утвержден порядок проведения поисковых работ официально общероссийских на уровне Министерства обороны, и в котором будут прописаны все основные моменты, вплоть до того, что сейчас мы можем заказать себе необходимую технику на баланс организации поставить, то есть как бы та, которая нам действительно нужна, скажем, гусеничные тягачи, или МТЛБ, или там, не знаю, там списаны какие-то УАЗики. То есть не то, что списаны, они как бы ходовые, рабочие, то есть мы можем им пользоваться. То есть просто в пользование брать. Это через губернатора Приморского края все будет делаться, то есть подаваться запрос, перечень. Вот, то есть в принципе вот такая возможность сейчас у поисковиков есть по всей стране. Хорошо. По какому принципу, вот, ребята, для журналистов, мы кидали вопросов тоже, по какому принципу выбираются места для поисков, и как работаете с архивами? Ну, немножко уже затронули это. Вообще, архивы это нужно куда-то ехать? Вот, в Санкт-Петербург или здесь местные же тоже должны быть архивы? И пускают ли? Ну, я скажу так, по поводу... По поводу мест, выбора мест для поиска, тут однозначно сказать не могу. То есть мы не выбираем так конкретно, у нас нету графика четкого. То есть сейчас, да, сейчас вот с этого года у нас уже будет составляться план. Вот мы в этом году выиграли грант на реализацию проекта. То есть по этому гранту у нас уже будет четкий календарный план график мероприятий, то есть по которым будем... Известные нам места, о которых стало нам известно, мы будем отрабатывать. То есть до сего момента, буквально вот даже в этом году, в 13-м году мы когда работали, едем искать один самолет, допустим, о котором нам вот известно, мы его не находим. Но тут же в ближайшем там населенном пункте, в деревне местные жители сообщают, что лежит еще там 3-4 самолета там, там, там на сопках. То есть как бы могут там провести, показать. То есть тут уже приходится озадачиваться и продолжать работу именно такую вот уже. Думать, куда идти на следующий там, в следующий поход. Хотя непосредственно у нас был план тот самолет, допустим, сходить. Но, скажем, собрались мы ехать в Анучинский район, где нам известно, что лежит самолет. А нам сообщают, что в Черниговском районе найдены останки на месте катастрофы. То есть приоритет, конечно, тогда идет уже там, где есть останки. Вот. То есть сейчас вот буквально у нас ребята ездили на днях, они ездили в Анисимовку. Неравнодушный товарищ вышел на связь, Владимирова зовут. Вот он сказал, что у него на участке есть вроде воронка, вроде как место падения самолета. То есть ребята поехали с помощью приборов, то есть там определили, что действительно нашли значит обломки самолета, действительно разбился самолет, действительно есть воронка глубокая. МиГ-17 истребитель. То есть и жители, которые там местные были на участках тоже, они говорят, что в разные годы, то есть находили даже мелкодробленные останки вот в этом районе. То есть сейчас задача у нас, когда почва отмерзнет весной в мае, непосредственно поехать туда и отработать эту воронку, потому что, как правило, если есть воронка, то носовая часть самолета вся с пушками, с останками летчика уходит туда. А учитывая то, что почва мягкая, поле, то есть в принципе, он очень глубоко мог зарыться. Вот поэтому, то есть буквально совсем случайно вот такое место и возникло. Поэтому туда поехали. Ну а по поводу работы с архивами, то есть архивы у нас в Приморском крае есть, но они в основном гражданские. То есть никакой информации о местах катастроф, о катастрофах самих, об аварийности в частях ВВС или там, скажем, о боевых каких-то действиях, здесь вот касаемо потерь техники, потерь личного состава, здесь у нас нет. В Владивостоке, в Приморском крае таких архивов нет. То есть приходится ездить, существует вот 4 архива, с которыми мы работаем. Это центральный военно-морской архив в городе Гачино, Ленинградской области. То есть там содержатся сведения по всем флотам, то есть чисто морской архив. То есть там мы запрашиваем по морской авиации, то есть там по потерям людей, военнослужащих, которые на техокеанском флоте служили, то есть там техники и так далее. Они идут на встречу, ну как-то охотно? Они очень хорошо работают с нами. То есть именно благодаря этому архиву у нас уже практически готова книга памяти, которую мы заполнили. Сейчас составляем. То есть это вот самый такой архив, с которым мы очень хорошо и тепло работаем. Дальше идет Российский государственный архив в Петербурге. Там информация до 41-го года собрана. То есть там тоже очень хорошие отношения. Мы очень так тепло с ними работаем, плотненько. РГВА, Российский государственный военный архив в Москве, вот там мы работали по Хасану. То есть мы познакомились, связи установили, то есть тоже поддержка очень хорошая. И остается последний архив, о котором даже особо приятно и говорить не хочется. То есть это центральный архив Министерства обороны в Подольске. Любой поисковик, любой человек, который делал запрос по своим родственникам, по потерям, по каким-то, он может сказать, что ЦАМО, центральный филиум обороны, что это антинародный архив. Там, во-первых, сколько мы отправляли туда запросов по именам, то есть вот управляем перечень, там, фамилии летчика, по которым нужно дать информацию, чтобы вековечить их память. Они там через месяц присылают отписку, что мы не занимаемся этим, приезжайте, работайте. Тут тупиковая ситуация, то есть как мы можем работать, если, допустим, он погиб в 73-м году или в 61-м, а документы под грифом секретны. Но я приеду, и что мне скажут? То есть зачем приехал? Это все засекречено. А направляли уже жалобу в администрацию президента, в министерство обороны. То есть приходит постоянно вот этот футбол обратно, а футболивают и не хотят работать. То есть сейчас мы нашли вариант, самый действующий, вот через наше поисковое движение России. То есть сейчас все запросы, которые мы ранее отправляли, они будут отработаны именно через людей, которые связаны с поисковым движением России, которые работают непосредственно в самом архиве. То есть вот сейчас вся информация, которую мы в течение трех, уже четырех лет не можем получить, вот она все накапливается с каждым разом. То есть мы, я думаю, в течение там следующего, там буквально до марта, я думаю, мы это все получим уже. То есть вот такая ситуация творится с архивами. То есть где-то идут навстречу на контакт, где-то помогают, а где-то наоборот не хотят вообще работать. Вообще получается, что вы уже такие знатоки нашей авиации, дальневосточной, приморской истории развития. Вот помимо книги памяти, которые составляют, книга, книгу-историю развития военной авиации в Приморском крае не хотели бы написать? У нас есть люди, которые могут написать эту книгу по развитию авиации, в том числе Георгий Зурайбович Бекбулат, который знаком мы с ним. Да, то есть он пишет по гражданской авиации, по аэродромам, да, мы с ним нормально общаемся тоже. Вот. По истории военной авиации написано уже вот Павел Владимирович Левшов, полковник подставки, вот, служил в ВВС ТОВ, то есть он написал большой справочник по всем частям вообще военно-морского, авиации военно-морского флота, по всем флотам. То есть и в том числе по частям ВВС Техоокеанского флота, там по каждому авиаполку, по каждой эскадрильи, соединению есть прям подробный перечень, то есть там по годам, когда, какая техника состояла на вооружении, когда основалась, то есть в принципе это есть. 700-страничный справочник такой, то есть достаточно хороший авиация, это есть, но мы пишем, если сказать, книга памяти, то есть это такой вариант как бы очень обтекаемый, то есть эта книга идет об истории аварийности в частях ВВС Техоокеанского флота, то есть там не сухая информация приведена, которая там конкретно, там цифры, даты, там будет более 150 фотографий архивных, черно-белых, которые там смесь катастроф, смесь падения, кроме этого фотографии, присланные родственниками, фотографии, присланные людьми, ветеранами службы ВВС ТОВ, потом мемуары, воспоминания, то есть схемы нашей фотографии там в цветных вкладках, то есть это вот этот пласт информации, который за долгие годы, с десятилетия был пропущен и упущен людьми. То есть мы в общении с людьми понимаем, что как, насколько необходима такая книга, то есть информации нету, то что есть в интернете по крупицам. Сами понимаете, то есть рабочий материал, когда он пишется, то есть смысла его выкладывать в интернет, пока нету, пока не опубликовано. То есть когда книга будет закончена, я думаю, что она все-таки будет закончена, потому что мы долго собираем, то есть вот ты пишешь, допустим, главу какую-то, и вроде как бы уже закончен, но тут поступает вообще еще какая-то информация, которую необходимо в середину этой главы вставить, и понимаешь о том, что еще немножко там отсрочился момент именно вот сдачи этой вот макеты и так далее, то есть и приходится постоянно пополнять. Ну, я думаю, что в следующем году как бы уже закончено будет. По поводу Хасана, вот была реконструкция в этом году глобальная, что вы там делаете? В 2012 году мы начали впервые проводить вахты памяти на озере Хасан. В 2012 году мы поехали в сентябре, первая наша вахта памяти была, несколько дней мы проводили ее, и мы буквально на второй день подняли останки пропавших обязанностей бойца, красноармейца, мы смогли его определить сразу, то есть у нас была уже архивная подложка, информация о потерях, то есть по инициалам, которые нашли на котелке БСА, три буквы, нам удалось подтвердить, что это Белов Степан Алексеевич, который, значит, 40-й стрелковой дивизии, с юга они штурмовали там, и вот пропавший без вести числился он с 1938 года, то есть там останки были очень сильно в плохом состоянии, очень сильно фрагментированные, то есть одни конечности, то есть ни черепной коробки, ни позвоночника, ничего не было, то есть тут два варианта, либо очень сильно кислотный грунт, потому что он лежал в болоте, в болотной жиже, то есть и сами кости конечности были практически как резиновые, то есть они гнулись и уже начинали ломаться, там просто крошились, то есть то, что лежало с ним, вся амуниция, то есть все было поднято, приготовлено к захоронению, вот, и 10 августа этого года мы в поселке Краскино произвели захоронение, тоже центральную церемонию, вот, к сожалению, очень много негативных моментов было в плане захоронения, то есть там даже скрывать не буду с бывшим главой Хасанского района, не получилось какого-то диалога найти, вся его администрация, все его чиновники, то есть там настолько, говорю, отнеслись к этому очень так, не знаю, просто ужасно, то есть когда я был на совещании, на которое меня позвали, они мне говорят, а почему мы должны, говорит, хоронить его, а какой это, говорит, боец, это не солдат, это какие-то кости, и почему какие-то кости какого-то простого солдата, говорит, мы должны хоронить рядом с героями в Краскино, А что бы я там сделал? То есть вот когда слушаешь таких людей, понимаешь, что им не место вообще в администрации, им не место вообще на каких-то постах, которые они занимают. И дошло до того, что церемония захоронения, за которую должен отвечать район, за которую должен отвечать военкомат, привлекаться туда, значит, салютная команда, ничего этого не было. То есть организовали все своими силами. Делали гроб из тех материалов, которые предоставил глава поселка Краскино. Вот Оставченко Владимир Николаевич ему отдельно за большую благодарность полностью у нас поддерживал. Делали церемонию захоронения своими силами. Яму копали сами могилу. В почетный эскорт ставили реконструкторов по форме 1938 года, то есть, соответственно, и салют производили. Единственное, тоже приятно было, что пограничники в этом приняли такое незримое участие. То есть, когда мы опускали гроб в могилу, оказалось, что за оградой стояли пограничники, которые, собственно, с автомата произвели тоже залп. Ну и силами вот тогда еще представителя Думы Хасанского района Сергея Овчинникова, Павла Николаевича Гетмана, то есть, мы вот эти вот все мероприятия организовали и провели на достойном уровне. То есть, мы показали, что мы даже без поддержки такой, без поддержки властей, мы можем организовать церемонию так, что будет известно и очень, как бы, на других регионах страны и получим мы поддержку моральную даже от этого. А вы часто сталкивались с таким безразличием властей? Потому что, вот на мой взгляд, вообще, у нас такая идиотская система, что на 9 мая, ближе к 9 маю, все, естественно, перья вот начинают распускать, поздравлять ветеранов, открытки и так далее. После 9 мая все, до свидания, извините, нас до следующего 9 мая нас не беспокоит. Вот как относится власть передержащая вот к вам, как вот в краске получилось? У нас сложилась вот за долгие годы вот именно такая система очень такая негативная, когда действительно мы помним и ушедших, пропавших без вести солдат и ветеранов живых еще. Мы когда мы помним только 9 мая, ну и 10 мая. Все. Когда канун праздника заканчивается, сразу все забывается, все расходятся. То есть, даже после 9 мая ты видишь, насколько много валяется на центральной площади после концерта пивных бутылок, сигарет и так далее. То есть, в принципе, тут уже можно понять, что для народа это просто зрелище. То есть, сейчас у народа нет понятия о том, что 9 мая это какой-то священный праздник, каким он считался в 50-е годы, в 60-е годы. Сейчас просто другое поколение, уже несколько поколений сменили для кого-то, это просто зрелище. То есть, и тут ситуация усугубляется тем, что действительно некоторые главы районов и некоторые чиновники, они очень сильно безразлично относятся к этому. Не просто безразлично, они пытаются как-то вот задавить какие-то начинания в патриотическом воспитании молодежи, которые несешь к молодым людям. Ну, говорят же наоборот, вот ровно наоборот. Ну, говорить могут что угодно, на заборах тоже пишут, но это не значит, что там есть. То есть, ситуация творится такая, она не только у нас в регионе, она творится по всей стране. И когда по всей стране, разрешая даже марши нацистов проводить, то есть, тут уже даже без комментариев сказал. То есть, приезжают там итальянские какие-то военные, которые там ветераны проводят у нас, там памятники ставят, которые там во время войны принимали участие на стороне фашизма. То есть, ну и тут об этом уже долго говорить, просто не хотел бы сейчас глубоко копать эту тему. То есть, ну вот с этого года, опять же, когда было учреждено поисковое движение России, сейчас мы получили поддержку администрации президента. То есть, все наши мероприятия, которые мы будем здесь проводить и проводим, они согласованы, они поддерживаются администрацией президента. И вплоть до того, что, опять же, когда мы пытались организовать реконструкцию на 10 августа 2014 года в Краскино, нам там, на местном уровне пытались ставить палки в колеса, вплоть до запрета вообще самого мероприятия. Вплоть до того, что оно противоречит законодательству, и что ваши винтовки, они, значит, там, могут стрелять там какими-то боевыми патронами, хотя это абсолютно не так. То есть, мы вынуждены были обращаться вплоть до непосредственно администрации президента, звонить везде. Вот, и благодаря вот вмешательству верхов, то есть, удалось именно вот все провести гладко и красиво. То есть, тут просто подводных там не было очень много, но о них мы предпочитали не выносить это все из-за сбы. То есть, ну, есть и есть, да, то есть, как бы, справимся, проведем. То есть, сейчас мероприятие планируется тоже на следующий год, и вот с февраля будущего года мы планируем семинар в феврале провести по вопросам, по аспектам развития поисковой деятельности на территории Приморского края. То есть, там будем привлекать специалистов, педагогов и так далее. То есть, и вот март, апрель, май, и у нас будут постоянные мероприятия. На пятнадцатый год мы планируем большой военно-эстерической реконструкции по наступательной операции 1945 года с привлечением реконструкторов тоже там с других регионов. Ну, и думаю, что более ста человек приедет к нам сюда. Вот, попросим танк у товарища Козитского, который вести 3-4 ходовую. Да, да, да. Которые угоняли не тогда. Ну, да, пытались угонять. Вот, я думаю, что все это будет сделано, опять же, на уровне. То есть, ну, пока есть вот такие люди, которые в команде, как у нас, молодые люди, которые заинтересованы этим. Есть такая молодежь в других регионах, в поисковых отрядах. То есть, пока есть именно те, кто действительно горит, этим болеет, и все мероприятия, все начинания будут получаться. А сколько сейчас вот в отряде человек? Когда меня спрашивают, сколько человек у нас в отряде, я сразу говорю, что мы, прежде всего, то есть, гонимся не за количеством, а за качеством. То есть, у нас сейчас не более 10 человек. Да, я говорю, отрицать не буду, у нас народу мало. Но те, кто занимается этим костяк, они действительно этим занимаются. То есть, один-два человека могут провернуть ту работу, которую они сделают 15-20 человек. То есть, в принципе, сейчас у нас приоритет, это не столько, скажем, полевая работа ездить копать, сколько подтягивать молодежь. То есть, приоритет это патриотическое воспитание молодежи, прежде всего. То есть, буквально недавно я вернулся, 2 декабря, из города Ржева, города Героя Ржева, где проходило закрытие Всероссийского акта памяти 2013 года. То есть, там съехались поисковики со всех регионов, со всех крупных городов Российской Федерации. И там были выработаны приоритетные направления именно поискового движения. То есть, приоритет это именно привлечение молодежи и ее патриотическое воспитание. То есть, патриотическое воспитание не в том перегибающем палку стиле, как у нас любят в Владивостоке, Приморожском крае делать. То есть, у нас, я прописывал проблемы именно патриотического воспитания, проблемы кадров. Это, прежде всего, проблема кадров. То есть, кто у нас занимается в основном воспитанием? Люди от 50, от 60 и выше. Не хочу опять сейчас кого-то там поливать, обвинять. То есть, но когда идет ребенок, которому там 10 лет, там 7 лет, 8 полностью в форме, в берете, со значками, там с нашивкой воздушно-десантные войска, там, или пограничные войска, где у него там погоны сделаны, там, дескать, сержант или прочее. И у него там значки висят за службу, там, за прыжки. То есть, я просто говорю, не понимаю, зачем это делается. Спрашиваешь у него, а зачем, вот за что у тебя это? А он ответить не может. Маскарад. Вот это, вот это у нас является патриотическим воспитанием. То есть, когда тебя выгоняет, там, 30 или 40 человек, там, 12-13-летних пацанов, которые все обвешены, там, не знаю, аксельбантами, погонами, как дембеля. Вот, то есть, просто на это смотришь, да, со стороны действительно для многих кажется красиво. Но есть ли в этом смысл? Смысла в этом нет. Потому что, когда мы водили, мы проводили полевой лагерь и брали таких ребят из клуба «Юный патриот Родины», очень такого известного у нас в Владивостоке, клуба старого, то мы столкнулись с тем, что в течение пяти дней, когда мы провели их в тайгу, 9 человек там было, были и истерики, и пацаны 15-летние не могли развести костер, они не могли сварить себе еду, они не могли ориентироваться никак не по компасу, не по картам, не по погоде. И когда начался дождь в лесу, они стали кричать, чтобы все бросать, мы сейчас пойдем обратно, то есть, мы сейчас будем звонить маме, а связи-то нету. То есть, вот они, вот он патриотизм. То есть, проще, конечно, да, провести там урок какой-то на них, все это нацепить, одеть и сказать, что, ребята, вы должны любить Родину, вы поступите в кадетские классы, вы пойдете в Суворовское училище, они будут, ууу, конечно. То есть, они уже заявляют о том, что мы будущие суворовцы, нам уже ничего это не надо. То есть, когда так люди говорят о патриотизме каком-то, здесь нет вообще разговора. То есть, они не знают, задаешь вопросы о Хасанском сражении 1938 года, ребята, а какая форма была, а кто с кем воевал, можете подробности сказать? Я лекцию читал также вот молодежи, то есть, там, школьники с районов, я говорю, а в каком году, в какие даты были, а какие основные там операции были, то есть, сколько человек погибших было. Они сидят и не знают, несмотря на то, что они участвовали в эшелоне памяти, который проводился в этом году. То есть, все эти мероприятия, они, безусловно, важны, но они важны в новом формате. Но еще нужно правильно делать как-то? Да, они нужны в новом формате. То есть, то, что устоялось десятилетиями, оно не должно уже быть сейчас. Сейчас время сменилось. То, что преподавали в 80-е и 70-е годы патриотического воспитания системы, оно должно быть в корне поменено. Но, я говорю, опять же, кадры, которым там за 60 лет, они очень сильно противятся каким-либо нововведениям. Поэтому нам приходится проводить сейчас свою линию. То есть, мы сейчас встречаемся с молодежью, мы проводим лекции, мероприятия по школам, мы показываем фильмы о нашей работе. Сейчас у нас реконструкторов очень активно привлекаем. То есть, приезжают ребята по форме 30-х, 40-х годов, то есть, с вооружением. Они показывают, какое было вооружение, какая была форма. То есть, там, подсумки противогазные, сумки, лопаты саперные. То есть, у детей, у школьников глаза горят, а им это интересно, они начинают сразу понимать. И когда после 40-минутного урока, после своей лекции, ты их об этом спрашиваешь, о каких-то таких подробностях мелких, они сразу там наперебой говорят, да, да, я понял, вот это от этого, то есть, вот это вот для этого нужно. То есть, тут действительно приятно тебе самому. А когда ты показываешь просто фотографии, там, вот была война-то Великой Отечественной, вот там с немцами, а вот здесь вот это. То есть, им это неинтересно. То есть, нужны живые уроки истории, нужны живые показательные примеры. С июня этого года, ну, будущего года, мы на грант, получается, будем проводить, на грантовые средства, будем проводить учебно-тренировочный полевой лагерь на территории Хасанского района, где будут стоять палатки, значит, закуплены будут палатки, куда сможет приехать любой желающий студент или там школьник, отобранный заранее. То есть, мы будем проводить отбор, соответственно, чтобы не было таких, которые там, бывают, что приехали, я тут не хочу находиться, мне тут условия не устраивает, я отсюда уеду. То есть, настоящие пацаны, мужики будущих, которые заинтересованы действительно в военной истории, в военной тематике, то есть, будут в течение, там, месяца, получается, значит, две недели смена, вот, две смены в месяц, они будут учиться именно и тактике, уставу 30-40-х годов, там, введению боевых действий, и плюс к этому они будут проводить полевые работы на территории озера Хасан. То есть, мы будем оформлять пропуска также и работать, это именно привлекать молодых людей, детей вот к такой работе. И когда из 10 человек, один, два, заинтересуются и скажут, что я хочу, говорит, остаться с вами, пожалуйста, вот, все сделаю, вот, возьмите меня к себе. То есть, тут процент очень хороший, 10-20% заинтересованности, это очень даже хорошо, и, как бы, от этого становится приятнее. Поэтому, то есть, вот у нас сейчас приоритетные задачи именно такие. А вообще, патриотизм, что по-вашему такое? По-нашему, по-нашему, чтобы понять патриотизм, я не могу сказать, что такое патриотизм, потому что понятие, которое существовало, опять же, долгие годы, оно затерто. И вот это понятие «любовь к родине», оно очень такое смазанное сейчас, то есть, оно обтекаемое. Патриотизм, я считаю, вот для меня лично, я не могу его объяснить словами, но я понимаю, что такое патриотизм, когда ты понимаешь останки солдата, бойца или летчика, и когда ты понимаешь о том, что тебе необходимо на руках бережно их вынести из леса, и затем, опознав захоронить, и когда ты стоишь на захоронении, у тебя комок в горле, и ты понимаешь о том, что еще одна душа там, или экипаж, три души, упокоены и ушли на небо. То есть, ты понимаешь о том, что вот это, вот ради чего стоит жить, вот это и есть патриотизм. Потому что отношение к памяти павших бойцов, памяти своих предков, это святое чувство. И если вот у нынешней молодежи вот этого не будет, то тут, в принципе, даже у нас перспективнее будет. Просто глядя сейчас на то, как западные страны очень активно финансируют различные движения, различные волонтерские движения у нас там и в России, и в стране, и в нашем регионе, то есть направлены не на патриотизм, а направлены на познание западных ценностей, тут как бы понимаешь о том, что необходимо с этим бороться. И как бы руки опускать не приходится. А если бы иностранная организация грант вам дала? Нам? Да. Если бы мы брали у иностранной организации грант, изначально мы бы подавались на нее, то есть на этот грант. И мы бы брали тот грант, который направлен действительно не на те условия, которые выдают организации, а на наши условия для увековечения памяти наших же бойцов. То есть я сейчас не вижу смысла говорить об иностранных организациях, если наши же фонды российские дают грант и дают любые возможности нашим молодежным организациям, патриотическим поисковым организациям развиваться и получать средства. То есть я даже сейчас думать не хочу о том, что мы бы получили какой-то западный грант, западные деньги, нам хватает своих. То есть нам хватает сейчас грантодателей российских, действительно, которые, я считаю, что люди, которые туда в эти фонды вкладывают деньги, они истинные патриоты. Потому что и направление медицины развивается, и социальная политика какая-то, и средства массовой информации, и патриотическое направление. То есть молодежные организации берут эти гранты весьма успешно. И в этом году из 47 поисковых организаций, которые участвовали в грантовом конкурсе, 23 получили эти гранты. То есть буквально от 50 тысяч и до какой-то любой суммы. То есть в том числе и по 3 миллиона получали, и по 8 миллионов на различные проекты. То есть мы в дальнейшем будем подаваться только через наших отечественных грантодателей. В Приморском крае кто-то еще занимается авиапоиском? Нет. В Приморском крае нету больше ни одной официальной поисковой организации, которая занималась бы именно вопросами увековеченной памяти, именно вот в таком виде. То есть существует у нас там, я не помню, как расшифровывается, центр ФЕПС, есть такой. Они занимаются пропавшими без вести солдатами, да, они там ищут сведения, но опять же люди, которые там его возглавляют, которые работают, вот, они достаточно уже такого серьезного утроста, вот, и мы как бы с ними не сотрудничаем, потому что у нас своя стезя. То есть мы работаем именно на процесс увековечивания памяти бойцов, которые вот были найдены, захоронены, затем сведения о них направлены будут туда, в Министерство обороны, в архивы центральные и так далее. То есть у нас вот такая работа комплексная идет. Участвуют ли в вашей деятельности дети, как можно к вам присоединиться, ребенку 15 лет? Запросто. Значит, согласно действующему законодательству, у нас разрешено заниматься поисковыми работами с 14 лет, официально разрешено, значит, президент Российской Федерации подписал этот закон, я не скажу его, вот, на скидку не помню, но с 14 лет ребята могут участвовать вот именно в поисковых работах. Но, есть одно но, с останками погибших, разрешено работать только с 18 лет. То есть с 14 до 18 дети могут принимать участие, как в работе, значит, там, с погибшей техникой какой-то, то есть там копать, вот, но когда дело доходит до перебора останков, скажем, там... Извлечения их, переноса, да? Да, да, то есть как бы тут я, как командир организации, я не имею права ребенка подпустить. То есть, соответственно, да, дети принимают участие так активно, то есть там могут принимать и копать лопаты, и там доставать какие-то личные вещи, то есть это да, это все это можно. Дети у нас активно работают. У нас сейчас вот очень там хорошо так с нами сотрудничают, примкнули нам дети из поселка Краскино, у них поисково-краеведческая группа «Экипаж», они назвали ее, вот, они уже принимали участие на... Сколько детей-то там в Краскино осталось? Там вот с нами ездит порядка 10 детей. То есть они, да, у них там как бы получается школьный учитель, то есть она организовывает это все дело, она их вывозит, и, собственно, значит, копали они у нас два самолета уже, очень хорошо так успешно работают, у детей есть интерес, у детей есть стимул, когда они видят, что не просто так земля перебирает, а что идут какие-то вот там фрагменты машины крылатые. Вот, и сейчас вот 14-го числа мы планируем с помощью экскаваторов в Хасанском районе поднимать с большой глубины бомбардировщик с экипажем, то есть этих детей мы туда тоже привлекаем. Из болота тоже там? Из болота. То есть мы экскаватором будем копать, то есть там все, как бы глава Хасанского района выделил технику, вот, ну и надеюсь, что все-таки самолет будет поднят в течение дня, то есть там, вот, детишек тоже привлекаем. Поэтому вступить к нам можно, есть и контакты. Куда, куда идти? Куда идти? А вот идти, вот это вопрос здесь тоже очень интересный. У нас нет помещения. Мы сколько вот не бьемся, вот, и не можем никак добиться, и даже через Москву не можем добиться, чтобы нам местные власти наши, краевые, выдали помещение. То есть говорят, да-да-да, да, будет там и кабинет, да, будет помещение, но уже 6 лет, то есть нам негде собираться. То есть ситуация, конечно, смешная. Да, у нас лежит два гаража фрагментов самолетов погибших, значит, личные вещи бойцов с Хасана, то есть которые должны лежать не в гараже, а, собственно, в музейной экспозиции. Но мы не можем их никуда положить, потому что у нас некуда этого делать. То есть все это должно лежать в гаражах. Кроме того, говорю, нам даже нету кабинета, там буквально, там, я не знаю, 5 на 3 метра, да даже меньше, чтобы у нас там стояло два стола, там, или там один стол, несколько стульев. То есть чтобы люди приходили, и мы могли там проконсультировать их, пообщаться, то есть рассказать о своей деятельности. Вот, такого нету. То есть если нас найти нужно, то у нас есть группа ВКонтакте, вот, в социальных сетях ВКонтакте она есть, авиапоезд ДФУ называется, и вся информация, в принципе, средства массовой информации, там, по поиску в Яндексе можно найти. Ну и телефон 8-9024-125-2015. В принципе, по этому номеру можно звонить всегда, и все вопросы насчет вступления в организацию, поделиться с видами в каких-то местах найденных, то есть если там нашли останки или фрагменты самолетов, вот, то есть сообщить любую информацию, и попросить о помощи в поиске своих родственников. То есть можно всегда очередь у нас. Хорошо. Какова... Так, ну это было, в принципе, можете ли озвучить в итоге всей своей деятельности, сколько чего было найдено, какова дальнейшая судьба найденных останков? Все останки захоронены уже. Либо была такая ситуация, когда останки перевозили из края куда-то в Россию? Нет. Такой ситуации еще не было. Значит, сейчас у нас лежат еще останки, на временном хранении находятся двух бойцов, которых мы нашли в этом году в ходе вахты памяти на Хасане. Значит, мы прямо из переправы, где 32-я стрелковая дивизия переходила в северную часть озера, мы подняли одного комплектного полностью бойца. То есть останки все, там, начиная от каски и заканчивая там фалангами пальцев ног. А, это комплект называется? Да, это называется комплект. То есть такое понятие, как бы, да. То есть при нем все лежало, его под сумки лежали, получается, магазин для винтовки АВС, противогаз, каска была вся избитая осколками, но и в том числе ремень. То есть мы подняли его застегнутый ремень, который был на теле, и на нем были инициалы МПС. То есть три буквы, но и плохо читаемая очень так насарапанная фамилия, там, П, большая точка, и МА, что-то там типа Мараева там или... Вот, пока установить не можем, потому что по всем спискам, которые мы поднимали по потерям на Хасане, такой боец не проходит. Инициалов МПС нет ни у кого. То есть тут вопрос, либо это было самонаправленное сокращение потерь, в списках указывали тех, что лишь бы, ну, лишь бы там, те, кто действительно погиб, вот, а дополнительные части, которые бросали в бой, скорее всего, вообще как-то не учитывали, либо там, как-то я не знаю, как это было. То есть либо, либо, либо. То есть показать не можем. Но ремень явно этого человека, потому что это был явно младший командирский состав. Это не простой красномец был, потому что у него там был и ключик от чемодана, и бритва при нем была, и щипчики маникюрные, то есть, в принципе, монеты. То есть, в принципе, такой боец был достаточно серьезно укомплектованный. Ну и второе мы подняли очень сильно фрагментированного. То есть там буквально несколько фрагментов костных, сильно обгоревших, переломанных. То есть там, видимо, на плоту они, когда переправлялись, попал, видимо, снаряд, и этот пожар был. То есть подняли его. А пока они лежат у нас. То есть в канун 9 мая мы планируем у него, вот этих двух бойцов, торжественно захоронить. То есть если удастся опознать, да, действительно, кто это был. Один, во всяком случае. Второго явно. Второй явно никак мы его не опознаем, то есть он будет неизвестный. И вот если удастся этого опознать товарища, то тогда будем хоронить как с именем уже. Если нет, то двух. Где останки храните, пока не захоронены? У нас есть помещение небольшое, то есть где мы на временном хранении. То есть составлены протоколы эксгумации, соответственно, то есть все это официально мы делаем по актам, по протоколам. То есть и останки укомплектованы в пластиковый пакет, застегнуты пластиковым замком, подписаны, собственно, они хранятся до момента захоронения. Понятно. Так. Рассматриваете ли вы свою деятельность не с точки зрения поиска, а с точки зрения воспитания молодого поколения, уважения к истории и памяти? Есть ли у вас случай, когда участие в поиске изменило мировоззрение человека? Ну, буквально совсем недавно, несколько минут назад мы об этом говорили, потому что мы приоритете, у нас заниматься молодежью, привлекать молодежь, заниматься молодыми людьми, то есть подтягивать их к этой деятельности. И вот насчет, не знаю, так слишком сказано красиво, что громко, что мировоззрение изменило. Да, были, действительно у нас была молодежь, да, в принципе, есть молодежь, то есть как бы она постоянно приходит, вот, пополняются наши ряды. То есть человек, побывав раз в поисковой экспедиции и даже, возможно, не найдя какого-то там результата, не подойдя к результату, не найдя самолет, может быть, или останки летчика, вот, но проходя там по лесу или там по полям, по болотам целый день, человек понимает, что действительно это не просто так, это не романтика, потому что многие идут за романтикой, многие там, знаете, тоже особенно лица женского пола, многие там считают, вот, там такие мужчины, там, нестандартные, интересно с ними, в камуфляже все там вот такие, прям вот, придем туда. Ну, приходили такие люди, там раз, сходили, там буквально все, поняли, что ножки сбиты, что мокро, все холодно, и, собственно, копаться в земле, в грязной не очень-то и хочется, вот, и поэтому мужчины остаются дальше работать, а девушки, как правило, уходят, то есть, ну, ситуации бывают разные, поэтому, как бы, молодежь, да, действительно приходит, и те, кто действительно остается, вот, остается, бывает, что там два человека остались, там, я говорил, уже там один человек остался, вот, не только молодежь, бывает, что взрослые люди, то есть, там, за 40 уже, пришли, и даже никогда этим не занимались, но поняв, для чего это нужно, и когда, когда видишь, как из земли поднимает экскаватор, допустим, мотор, что мой УК Л-2, так у нас было, то есть, действительно взрослые люди, они стояли, говорят, ничего себе, я, сколько жил, я, никогда не мог представить, а давайте, я вам помогу, может быть, там, технику найду какую-то, может быть, еще там экскаватор, там, дам, или так далее, то есть, поражаются. Помощь, вот, не фондовая, не грантовая, а вот от людей, вот просто так, давайте я вам, не знаю, лопату дам, или что-нибудь, она существует, есть? Она существует, она редкая, но она существует, то есть, опять же, скажем, по договоренности с главой администрации, с главами администрации, то есть, они могут выделить, как бы, понимая значимость нашей деятельности, то есть, человек, обладая каким-то властными полномочиями, он может помочь и выделить и технику, и там, допустим, в 66-й, в Тайгу добраться, экскаватор дать за грузовиком для вывоза самолетов, в том числе, вот даже, даже перечисляют деньги для заказа грузовика, чтобы мы могли вывезти самолет, обломки самолета, потому что, либо, если мы его не сохраним, пусть мы его привезем в гараж, у нас будет в гараже лежать, но, если мы его не вывезем, то его заберут на металл лесорубы, потому что, скажем, вот, в одном месте, буквально, вот лес валят и подошли в 50 метрах от самолета, от уникального находится уже просек вот этот, где волк для леса, то есть, в принципе, да, помогает так, вот проект «Историческая память» очень хорошо помогает, то есть, мы с ними очень так плотненько работаем, тоже хорошо, вот, но есть люди, которые даже финансовые средства перечисляли, вот, несколько лет нас, нам помогала компания «Шинтоп», то есть, они нам на топливо, да, помогали, то есть, на закупку топлива, на закупку снаряжения, то есть, помогали, вот, есть, есть такие, индивидуальные меценаты, а есть организации, которые помогают, есть. Сколько времени обычно требуется на поиски погибшей техники, меня вот волнует больше, сколько времени требуется, вот даже, когда вы уже нашли на место прибыли, сколько вы дней тратите? Обычно мы за выходные это все делаем, обычно за выходные, потому что, как правило, большинство людей, все работают, вот, а собственно и все, я работаю, все работают, то есть, нам приходится приезжать на выходных, то есть, два дня, субботу, воскресенье, то есть, если это лето, то мы, если это далеко где-то лежит, то мы выбираемся в пятницу вечером, выезжаем после работы и до упора едем до утра, допустим, поспали часа 3-4, чуть-чуть выспались, ну и дальше пошли, то есть мы уже на месте мы не будем выезжать в 8 или в 7 утра и к обеду мы в субботу не приедем, то есть время не теряем а если есть праздники, скажем там майские, первомайские, там на 9 мая то, как правило, мы вот эти 3-4 дня мы забиваем на дальние экспедиции то есть сейчас вот есть районы мало изученные, скажем, Чугуевский район в район за Арсением там дальше, то есть мы куда еще не добирались то есть мы знаем, что там буквально как можно образом выразиться, завалено самолетами все, окрестные сопки но мы туда пока еще выехать не смогли, потому что далеко 500 километров пока доедешь туда в одну сторону то есть уже день прошел то есть в принципе план есть как ведется подготовка поисковиков? подготовка поисковиков ведется как теоретическая, так и практическая то есть я сам долгое время работал педагогом дополнительного образования да и сейчас я педагогом-организатором работаю то есть мои задачи входят именно подготовка вначале то есть прочитать им лекции, подготовить по взрывоопасным предметам, по боеприпасам как себя вести туристическая, топографическая подготовка значит специальная подготовка идет для работы с металлодетекторами то есть со щупами и так далее вот и затем, когда уже человек скажем, ребенок уже там который в 14-15 лет прошел курс теоретически понятно, что он рвется в бой быстрее хочу копать то есть пока ты не отучился пока ты не сдал зачеты ты не пойдешь копать потому что мало ли что там случится вот взрослые люди взрослые люди, как правило, с ними проще то есть они понимают большинство у них либо отслужившие уже либо имеющие опыт работы с техникой какой-то то есть там гораздо проще то есть собираемся, да, проводится теоретическая подготовка техника безопасности и так далее то есть и затем уже люди идут Ваша самая необычная и самая важная находка по-вашему? не могу сказать, не могу ответить на вопрос это вопрос всей нашей деятельности то есть каждая находка, которую мы находим она, как правило, несет какой-то такой индивидуальный заряд в себе который не повторялся ранее то есть, понятное дело, что мы нашли там за все это время 7 самолетов Миг-17 истребителей то есть ты уже приходишь, уже смотришь ну а это Миг-17, понятно копать уже не стоит, потому что, как правило летчики на них не погибали то есть в 90% катапультировались но вот сейчас на Ниссимовке, да, мы нашли самолет где, говорят, есть останки то есть мы будем работать если из самолетов то, как бы, самая такая хорошая находка ну, я не знаю, взять любое место падения самолета где очень хорошо сохраняются, скажем, фрагменты то есть самолет в полностью таком реставрационно пригодном состоянии лежит то есть вот на Сахалине мы работали там, кроме того, что мы подняли двух японских солдат на 50-й параллели, где шли бои в 45-м году вот в этом году, кстати, в начале декабря была аккремация передавали останки японской стороне то есть все официально, как бы, мы закрыли этот опрос там мы нашли еще штурмовик Ил-2 вот, поздних модификаций он в таком состоянии, что его бери буквально то есть и собирай то есть вывози из тайги оттуда ну, понятно, ломаны, биты то есть, ну, мотор у него вообще целый внешний весь целый полностью бронекорбус можно просто собрать то есть все лежит на месте крыло одно полностью целое с пушками то есть, как бы, каждый самолет, да находя вот именно слепая авиация а если брать тему Хасановского сражения бойцов поднятия то есть тут, как бы, описать даже не могу какие чувства тебя одолевают когда ты под водой и ногами нащупаешь какие-то фрагменты ныряешь туда, поднимаешь оказывается, что останки останки, противогаз, казка начинаешь из Ила это все доставать то есть, тут, как бы, столько радости то есть, ну, это надо почувствовать то есть, говорить об этом можно бесконечно, но просто нужно людям, которые действительно понимают значимость этого процесса необходимо просто приехать принять участие и тогда они поймут, что это такое Ваше отношение вообще к молодежным патриотическим организациям в городе в Приморском крае они есть, вот, патриотические с Вашей точки зрения? Я так скажу если есть, есть, да есть молодежные патриотические организации, но кто-то говорит только, а кто-то делает так вот я скажу так ребята, вот, ну, если даже обратиться к ним просто идите и делайте дело а не говорите то есть говорить можно красиво там, мы там проведем такую акцию мы проведем там такое-то мероприятие но вы проведите вот мы не кричим не бьем себя в грудь там кулаком, что мы сделаем это все мы просто берем и делаем то есть есть ряд патриотических организаций, которые занимаются именно вот, как уже говорил какой-то волонтерской помощью там, организовывают акции какие-то там, старикам помогают это тоже нужное дело, да, действительно вот, но в каждое понятие патриотическая организация вкладываются разные понятия то есть они вкладывают разные понятия в это то есть и если есть патриотизм скажем военный патриотизм там любовь к родине поиск останков поиск солдат в вековечной памяти это понятно, да но есть патриотизм, скажем там помочь себе не desarrollo собрать денежки купить что-то для ветеранов и там не знаю помочь, ну образно бабушку через дорогу перевезти, это тоже патриотизм да но главное, чтобы те молодые люди которые этим занимаются чтобы они действительно этим занимались не перегорали как это часто очень бывает и не начинали звездить Потому что если молодой человек зазвездился, проведя одну акцию, две, посчитав себя крупнейшей патриотической организацией, крупнейшим патриотическим движением Приморского края, то я бы не стал так говорить. Мы сейчас не заявляем о том, что мы самая крупнейшая организация Дальнего Востока. У нас есть коллеги на Сахарине, они очень хорошо работают. Я говорю как координатор по Дальнему Востоку поискового движения России. Я могу сказать, что сейчас мы налаживаем работу в Хабаровском крае, на Сахарине люди очень хорошо работают, они тоже японцев поднимали, солдат передавали. И Приморье, то есть три региона, которые сейчас в принципе работают. Сейчас в Биробиджане появились поисковики, то есть мы в еврейской автономии планируем тоже приехать, пообщаться, подружиться. То есть в принципе я уважаю тех людей, которые занимаются патриотизмом и не кричат об этом. То есть делают дело, все. Хорошо. У нас в гостях был Ярослав Иванский, командир отряда поисков, так как-то мне прям больше нравится. Спасибо большое, что пришли и удачи вам в вашем деле. Увидимся, до свидания.